Ребят, ну, этот нож, конечно, совсем по-другому себя ведет. Он не так углубляется, вот, срезает меньше, но, понятное дело, как-то быстрее. Ну, опять же, вот, уже имеющаяся болевая здесь область, она сейчас усугубляется еще более тонкой рукоятью, которая давит в то же место. Ну, в общем, не привыкший я, так, попытаюсь просто снять, не так глубоко, но подальше протянуть. Вот, да, для таких движений, каких-то длинных, то есть это чисто так, для тростника какого-то, это нож выживания не в наших условиях, где леса одни и степи. То есть там какие-то промежуточные по твердости, там растения, растительность там другая, возможно, вот для этого. Для дерева, конечно же, этот нож, он и не предполагался, об этом сказано. Я так нож не напрягаю, я пытаюсь правильно, спокойненько стругать. Ну, и опять же, вот в этом месте все равно рукоять сглажена в спине, но все равно тонкая, тонкая рукоять и давит. Вот, ребятки, такие дела. Вот такое острие, тут можно тоже где-то что-то вырезать, я так на весу держу. Видно оно, не видно. Так что-то углубиться, повырезать. Мы видим, тот клин, он чуть другой формы впереди. Такие дела. Ну, а перестругать эту палку напополам, как делают многие, в тестах я не буду, потому что рука отвалится. Разные хваты, вот такие хваты. Тут удобно за счет хвоста. Как раз сглаженного, искривленного для удобного положения пальца большого. Хорошие два ножа, но это и дисишники, ребят. Это какой-то шансовый инструмент, стругательный там где-то в лесу. Ну, возможно, да. По каким-то продуктам питания, опять же, он хуже, чем о виспо, да. И изначально, не стругавши, можно принять этот нож за универсальный с точки зрения там для походов, для всего и для дерева. Клин, да. А рукоять, рукоять не тянет уже нагрузок. Нагрузок на кисть, я имею в виду. Так, по прочности, я думаю, она вполне, ну, если на излом там не брать, не поднимать, ничего там железного. Не ковыряй, все нормально. Но зато нож тонок и в городе где-то, опять же, если есть перчатки, повторяю, можно. Перчаток с собой не брал, надо попробовать. В перчатках долго что-то построгать. Все, ребят, на это буду закругляться. По желанию ставьте лайки. Понимаю, возможно, это очень не информативно, не эффективно. Пробуйте, ставьте, в общем, что хотите. Пишите комментарии. Путешествуйте. Было представлено в моих руках два ножа, очень распространенных. Cold Steel Finn Wolf. Вот такой складной лесник. И Avispa. Essie Avispa. Одна из самых распространенных моделей, в плане EDC использования. Очень популярная. После Ontario Red первая, которая прогремела на YouTube. И вообще на карманах расселилась. Очень активно. Помню, первый раз я там 470 гривен зашел в магазин. Мне парень предлагал, а еще в ножах нифига не соображал. И сейчас не особо. Ну, в общем, я не взял ее, помню. Молочного цвета она была такая классная. Сейчас бы от крыски не отказался. Но, опять же, от облегченной. Вот здесь у нас 125 грамм. Мы имеем по возможностям тот же клин, можно сказать. Немножко более тонкий. По длине, кстати, я думаю, то же самое. Но немного нож меньше весит. Там 142, здесь 125 грамм. Но зато, опять же, в этом вопросе стругания мы видим. Тонкая рукоять, она режет ладонь при стругательных работах. На кармане, конечно же, этот нож более удобен и менее беспокоен. Благодаря своей тонкости рукояти. Нож монолитный. В открытом виде все очень крепко и надежно чувствуется. Нож хороший. Все, друзья. На этом всем пока. Счастливо.